Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Спасибо большое, что вы пришли. Очень рад вас всех видеть в здравии, в хорошем настроении. Вот, если вам будет немножко душно сзади, периодически там открывайте окошко и закрывайте, то есть не чесняйтесь, манипулируйте воздухом. Итак, мы с вами сегодня будем проходить тему, которая называется «Основные законы воспитания детей». Точнее, как возникают проблемы с детьми. Мы с вами уже очень много говорили, что жизнь человека – это не случайность. Рождение в той или иной семье определяется уже судьбой. Судьба человека, она уже предопределена. В дальнейших писаниях, такие как Веда, есть описание, что богатство, образование, продолжительность жизни и разум уже определяются в момент зачатия. То есть, как только ребенок вошел в чрево, то есть душа вошла в чрево, сразу на него начинает действовать судьба. То есть, все эти вещи уже предопределены. То есть, еще раз повторяю, продолжительность жизни, образованность и даты смерти уже определяны в момент зачатия. Поэтому многие врачи никак не могут понять, есть люди, которые курят, пьют, ведут отвратительную жизнь и долго-долго-долго живут. Ничего у них не разрушается, ничего у них не болит. Заметили? А отрезвенники, так сказать, чистюли, которые руки спиртом моют каждый день, боятся заразиться, они болеют страшными болезнями. То есть, это зависит от судьбы человека. Здоровье тоже определено с рождения. Мы с вами будем еще сегодня проходить некоторые линии на руках. Я буду рассказывать, как можно прочесть на нашу судьбу некоторые такие моменты. Итак, воспитание детей невозможно при нарушении определенных законов. Нужно понять, что ребенок пришел к нам, чтобы отработать свою карму. То есть, ребенок приходит со своей кармой, со своими желаниями, со своими интересами. Я делал такой эксперимент, я спрашивал многих детей, которые остались без отца. Хотел бы ты, чтобы я был твоим отцом. Он так смотрит на меня, смотрит. Нет. Я говорю, почему? А ты будешь меня воспитывать. Очень интересно, понаблюдайте. Поспрашивайте у разных детей, они будут на вас смотреть. Нет, такой, как ты, не хочу. То есть, есть желание, которое уже сидит в сердце живого существа, и оно попадает в семя отца. Вместе с отцом оно попадает в черево матери, дальше идет развитие. То, что уже науке известно. И также он приходит еще по другой причине. Дать возможность отработать вашу личную карму или судьбу. То есть, дети могут приходить в награду, а могут приходить и в наказание. Например, если в прошлом своем существовании человек враждовал с кем-то, и он всю свою жизнь посвятил вражде, соседам, например, или еще каким-нибудь компаньонам там, или конкурент по бизнесу и так далее. В общем, враги есть, ни к словам. Вы представляете, что может произойти в следующей жизни? Он может стать вашим сыном или вы его сыном. И что вы сделаете? Это не враг. Это уже сын. И я знал много бизнесменов, которых разоряли дети. Просто разоряли. Вот один человек мне рассказал такую историю. Это был на юге. Он говорит, что его сын, собственно, заказал своего отца киллером. Я говорю, что всю жизнь работал, так сказать, на семью. Заработал много денег, он безмысленно крупный. И потом мне эти бандиты сами сказали, что твой сын тебя заказал. Представляете, какой удар по отцовскому сердцу? То есть, вот эти вот события, они возникают в результате действий в прошлой жизни, поступков в прошлой жизни. Иначе, если ничем невозможно объяснить. Есть семьи, где отличные отношения, все хорошо. Ребенка облизывают с ног до головы, дают ему все различные условия для жизни. Так? И почему же потом становится врагом? Или, например, ребенок начинает вдруг ненавидеть свою мать или отца. И причем сам это объяснить не может. И родители это не могут объяснить. Это возникает под влиянием судьбы. То есть, есть движение планет. Что такое планеты? Они заряжены определенной энергией. И когда они движутся, они пахтают наши сердца. Вот эти вот кармические завязки, они лежат в нашем сердце. Как, например, в семейных отношениях. Вот есть люди, которые без всяких правил подписаний живут очень счастливо. Душенька в душеньку, да? Все у них хорошо. Вдруг, в один прекрасный момент, он или она заявляет, я не хочу больше с собой жить. А почему? А что плохого я тебе сделал? Ничего, не к чему придраться. Ну, просто не могу больше с собой жить и все. Вы должны понять, что есть такое понимание, как психическая сила. Что такое психическая сила? Это сила в буквальном смысле слова. Но она тонкая. И ее нельзя измерить. В вольтах, в герцах. Эта сила относится к категории неопознанного. Например, есть люди, которые могут герметизировать других. Такие люди есть. Мне один очень известный продюсер рассказывал такую историю. Я раньше не верил во все эти вещи. И вот однажды ко мне подошла цыганка и просто смотрела мне в глаза. Она смотрела мне в глаза. Я сам достал кошелек и отдал ей. Причем я не помню, как я это сделал. Не помню ее лица. И когда я милиция меня спрашивала портрет написать, хотя бы опиши, как она выглядела. Я это не помню. Вот как наваждение. Есть очень много преступников, которые используют гипноз. Такой человек, но он был не преступником. Вольф Мессинг, он работал у Сталина. Слышали про него? У меня есть свой фильм про него. Если хотите, может, как-нибудь посмотрим. Очень интересный. Он сам о себе рассказывал в своей жизни. Он сам не понимал, что с ним происходит. Это была загадка для него. То есть вот эти феномены, они тоже идут из прошлой жизни. Когда-то мы занимались какими-то оккультными практиками, или эзотерикой, или йогой занимались. И в следующей жизни ребенок может унаследовать эти качества. Таким образом, нужно понять еще раз, что дети рождаются не в результате случайного снижения химических элементов. Когда отец и мать, они могут вообще не планировать ребенка. Более того, они даже могут не планировать создание семьи. Вдруг вспыхивает плечение. Оно просто вспыхивает. И как наваждение наступает. Потом они сами не поняли, как это произошло. А он говорит, я беременна. Опа. Как это? А вот так это. Это разникает в результате влияния планет. Планета становится определенной позицией. Из нашего сердца вот это вот выходит, эта карма. Таким образом, мы судьбу детей изменить не можем. Но родители очень сильно стараются. Они хотят сделать все. Например, я знал одного человека, он очень сильно страдал за своего сына. Они ученые люди, физики. И они хотели, чтобы их сын был тоже физиком. А он стал слесарем. Обыкновенно слесарем на заводе. Они использовали все свои связи и знакомства. Но он просто не мог учиться. Он говорит, мне не хочу учиться там. Мне не нравится там учиться. Мне нравятся машины, мне нравятся железки, я буду с ним ковыряться. Олег Табаков, известный актер, он рассказывал, что его родители были против того, что он пошел работать актером. Даже были семейные ссоры из-за этого, серьезные. Но тем не менее, он стал выдающимся актером. И судьба человека, она определена именно местом его рождения. Вы уже об этом говорили. Что такое место рождения? Место дает вам возможности. Если, допустим, вы родились не в Нижденном городе, а где-нибудь в Ново-Рюпинске, село, Чухрай, непонятно где. Смотрите, уже другие возможности. Шансов уже меньше иметь то, что вы сейчас имеете. Если вы родились где-нибудь в Бурятии, допустим, оленеводом Бердыевым. Знаете, как они моются? Это не шутки, на самом деле. Они вот так вот с ножиком себя снимают, сало олениное. С него намазываются. Им нормально. Их устраивает такая жизнь. Если вы его привезете сюда, оленевода Берды, его привезете сюда, скажут, вот тебе работа, или вот тебе нормальные условия жизни, живи. Он говорит, нет, олени лучше. Почему олени лучше? Потому что у него есть эта идея там жить. Он это культивировал. Однажды я ехал через мост и увидел на льду... Вы знаете, что у вас здесь пингвины водятся? Пингвины с удочками сидят. Вот просто понаблюдайте на этих пингвинах. Они реально сидят, как пингвины. У них даже тело похоже на пингвины. Да? Вот смотрите, вот у кого из вас в голову придет сидеть с утра до вечера на льдине и ждать, когда какая-нибудь килька клюнет? А что делают пингвины? Они сидят на льдине и ждут, когда клюнет. Когда косяк падет рыбой. Все, косяк пошел, он ныряет по лунью и ловит. Никакой разницы. Мы, конечно, если сказать ему, ты хочешь быть пингвином? Он скажет, нет. Я не хочу быть пингвином. Конечно, он так мне скажет. Но наклонности-то какие? Желания-то какие? Они полностью соответствуют этому типу тела. Зачем тебе мучиться, мерзнуть, вон так сидеть, там водочку пить? Просто минус 60 без проблем выдерживаешь. На льдине сутками жить можешь. И, кстати, заметьте, они очень интересны. Они в очереди стоят за другом. Сразу со льдиной не прыгают. По очереди прыгают. Вот кто любит в очередях стоять, просто так, бессмысленно. Очередь, значит, дают, да? Такие стадные вот рефлексы. То есть природа, она дает каждому живому существу получить то, чего он хочет. Поэтому сказать, что выродить в той семье просто так или случайно, это неправда. Есть точные закономерности. Кто же за этим стоит? Есть ответ. За этим стоят высшие силы, которые дают человеку все возможности для исполнения его желаний. Я помню в свое детство мне отправили на токарный станок баланку точить. Ну, это после школы сразу. Мне дедушка говорил, вот ты будешь рабочим, будешь зарабатывать, ты будешь счастлив. Они искренне в это верили, потому что это их модель жизни. Они так жили, значит, я так должен жить. Я помню свое состояние. Я стоял, точил баланку, и я думал, какой смысл в этом? Вот так всю жизнь стоять, точить баланку. Играть домино и пить водку с ними. Понимаете? Все, интереса нет. Поэтому многие из вас получили образование, но не работают по этому образованию. Поднимите другую руку, у кого так было? Они получили образование, но не работают там. Это означает, что вы там не должны были быть. Таким образом, в древние времена ребенка обучали с самого детства тому, к чему он склонен. Посмотрите, сколько времени можно сэкономить. И вы все равно вернетесь к своим склонностям, к которым у вас есть рождение. Итак, значит, что мы не можем изменить? Мы не можем изменить характер. Характер уже есть. С самого младенческого возраста он ведет себя как индивидуальность. Вот кто, у кого есть дети, тот знает. Вы смогли изменить его характер? Нет? Нет. Вы можете, конечно, повлиять на его культуру, на его мировоззрение. Это мы можем сделать, но характер нет. Он уже есть. Он родился. Второе. Вы должны понять, что тело человека или ребенка, оно тоже связано с его поступками в прошлом. Сейчас мы с вами рассмотрим некоторые примеры. Итак, у нас есть руки. Посмотрите все на свои руки. Если вы сравните свои руки с руками соседа, вы увидите, они абсолютно разные. Линии на руках, какие-то значки, рисуночки, популярные рисунки разные. Посмотрите. Форма руки. У кого-то пальцы ровные, у кого-то пальцы загнутые. Хотя бы их не ломали. Если вы посмотрите на ладошки новорожденного ребенка, вы увидите, у него много-много стрихов на руках. Рисунки уже там есть. Есть такое мнение, что рисунки на руках – это всего лишь результат работы рук. Но ребенок только родился. Откуда у него это все? То есть в древней науке, которая называется Расика Самудра Шастра, там описано все о руках, все о лице, о походке и так далее. Можно по его внешнему виду узнать, какие у него наклонности, какие у него тенденции, к чему он приведет в его жизнь. Таким образом, вот этот большой палец – это наше «я». Когда нам очень вкусно, мы вот так делаем. О, мне вкусно. Не вот так делаем. Вот так делаем. А, кстати, мирись, мирись, мирись – это тоже имеет значение. Меркурий связан с дружбой. Помните? Мирись, мирись. Не вот так, вот так. Это происходит на подсознании. Это первая фаланга. Самая первая фаланга – там, где нокочет. Эта фаланга связана с нашими чувствами. Здесь находятся наши чувства. И если вы увидите, даже на руке ребенка или в своем пальце, что эта фаланга, она громоздкая, грубая, толстая, ровная, и не выгибается вот так назад. У кого-то немножко выгибается, у кого-то вот так вот. Палец. Это имеет значение. Это означает, что планета Венера, она вот здесь находится, в плохом положении. В гороскопе человека. Венера означает чувственное счастье. Наслаждение чувств. Это означает, что у человека могут быть проблемы с чувствами. Если сильно выгибается вот так палец назад, вот так вот. У меня еще не так сильно, а у многих людей совсем далеко загибается. Видели? Это означает, натура очень чувствительная, нежная и ранимая. Когда чрезмерный загиб идет. Когда средний загиб, означает натура артистическая. Ему хочется все время из всего делать театр. Какая-то рода у него. Вот, видите, фалан. А если ровно не сгибается, то у человека есть небольшая сухость в чувствах. Нельзя сказать, что это плохой человек. Мы просто определяем его наклонностью в чувствах. Как работают чувства? Если палец дубинообразный, дубинообразный палец, как дубинка литейская такая, нет, как бита. Видели такой палец? Грубая. Сесть палец опущен вниз, как у мартыш, как у безьяны, так вниз опущен. Вот этот человек, он склонен к неадекватным поступкам. Он может даже убить человека. Едет сказать, что он убийца. У него есть такая склонность. В ярости или в возбуждении он может это сделать. Я наблюдал у шоферов, у многих такая вот, у профессиональных шоферов, кто работает, у колхозников, у трактористов, у них вот этот пальчик вот так опущен. Не у всех, но у многих. Дальше. Вот здесь вот фаланги очень крупные. Фаланги на пальцах. Фаланги очень крупные. Вот здесь фаланги. Узлы очень крупные. И как-то они неравномерно распределены по пальцу. Это означает, что... Ну узлы, фаланги, вот они. Узлы. Похожие на узлы. Это означает, что этот человек, он... У него нет гармонии с самим собой. То есть, он за что-то берется, бросает. То есть, нет гармоничности в каких-то действиях. Таким образом, следующая фаланга большого пальца, вот там, где ноготь, чуть ниже фаланга, это эго человека. Эгоизм. Если он синюшный палец в этом месте, или красный, или желтый, имеет тоже значение. Если он очень тонкий, пальчик вот здесь вот, прямо суженный, эго очень утонченно. Ну, например, как в этом фильме, помните, про белый двородейцев? Господа, 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 вы же свиньи. Помните? Что вы делаете, господа? Вы же свиньи. Тут она там побой идет, убивает друг друга. Такое эго очень такое, тонкое. Чем грубее вот это место, тем... Да что там, надо просто в глубине по голове решение всех проблем. Такое вот поведение. Следующая фаланга. Вот здесь, вот эта фаланга, она связана с нашим, с нашим, с нашей жизнью. И именно линия жизни протекает вокруг большого пальца. То есть, смотрите, мои чувства, мое эго, и моя жизнь. Вот она. Вот она, дорога нашей жизни. Как ты будешь жить ради своих чувств, ради своего эго, ради своего тела и так далее. Поэтому, если линия жизни, у своего ребенка, у линии жизни, пошла вот так в сторону от большого пальца, это хороший знак. Чем дальше от большого пальца удаляется, тем лучше. Это означает, что человек начинает бороться с своим эгоизмом. Он прогрессировать начинает. Если ровно протекает, и вот эта площадь от этого пальца вот до линии широкая, площадь широкая. Очень сложно объяснять, такие вещи надо вот рисовать. А есть в каком-то... Есть в каком-то... Надо сзади, только ты заранее... Ну ладно. Широкая. То есть, смотрите, вот палец, вот палец, и вот линия. Чем дальше линия от пальца, тем лучше. А там есть чем писать? Да все, поздно уже. Понимаете, да? Чем ближе она вот, вот эта линия, ближе к пальцу, тем более эгоистичнее будет человек. То есть, вот ребенок родился, и вы уже сразу просто посмотрев его линии на руках, можете понять, что к вам пришло. Не что, а кто к вам пришел. И что принес вместе с этим. Дальше нужно понять одну вещь, что вот это место, вот это место еще, оно связано с нашим телом. Или оно рыхлое, такой слабый на вид. Значит, тело будет человеку слабое. На санскрите это называется, ну, не буду вас мучить санскритными терминами, в общем, в астрологическом языке есть такое слово лагна, или восходящий знак. Что такое лагна? Ну, допустим, вот этот стол сделан из дерева. Дерево, допустим, дуб. Дуб прочное дерево? Прочное. И таким образом, асцендент это и есть состав нашего тела. Если этот стол сделан из ахимии, он не будет прочным. Таким образом, сила тела дается с самого рождения. Никакой врач вам его не увеличит. Можно увеличить с помощью драгоценных камней. Сила асцендента. Укрепите, укрепите состав тела. Это можно сделать. Медикаментозно невозможно. Итак, таким образом, мы поговорим еще и о лице. На лице тоже нарисована жизнь человека. правый глаз – это Солнце. Левый глаз – это Луна. Если вы посмотрите на себя в зеркало, то увидите, что правая сторона отличается от левой. Абсолютной симметрии нет. Смотрите вот так, вы увидите, что либо глаз один больше, другой меньше, либо как-то вот половинки неравномерные. А также, если посмотрите направо-налево, вы увидите, что глаза, правый и левый, они выделяют разную психическую силу. Вот как можно по глазам увидеть, что вы, допустим, человек счастлив. У него там нет бегущей строки, я счастлив. А вы это чувствуете? Или, допустим, опечален чем-то, даже он улыбается, но глаза у него грустные. Как вы это определяете? Ну, глаз. Оттуда выходит психическая сила. Запишите, глаза связаны с умом. Вы по глазам можете видеть ум человека. По глазам можно мысли читать. Если вы будете заниматься серьезно этой наукой, вы сможете читать мысли, будете экстрасенсом, как Больф Мейсинг. Просто этим надо заниматься. Это разовьется со временем. Я научился так вот животные мысли читать. Улажа, смотрю животное, кошки или собаки, понимаю, о чем он думает. Долго-то не рвался. Я уловил их идею. Нет, далеко не только о еде они думают. Они много о чем думают. У них там есть твоя жизнь внутренняя. Если вы будете смотреть на свое животное внимательно, которое дома живет, внимательно просто наблюдать за ним. Вы поймете его телодвижение, его взгляд, вы будете чувствовать, радостный он или подавлен. Например, когда я уезжал из деревни, моя собака, у него грустные глаза за день остановились. Раз. Собаки, грустные глаза. Или радостные глаза. Это видно, очень четко. Таким образом, если вы будете внимательны, вы отследите, кто на вас как смотрит. А что такое ученый человек? Ученый тот, кто наблюдательный. Вот и все. Хотите быть ученым? Будьте просто внимательны. Мы же несемся. Нам некогда вообще смотреть, что меня окружает вокруг. за природой наблюдать. А там много чего интересного. Целая книга. Можно вообще ничего не учаясь изучить мир. Просто быть наблюдательным. Итак, смотрите, если вы посмотрите в глаза ребенка, увидите у него взгляд взрослого человека. Вот он только родился, он смотрит на вас вот так. Опаньки. Куда я попал? Кто это, дядя? Что такое вообще? Представляете, как вам подходит вот вы взрослый человек. Вас связали, вы лежите, вам так. Через пару месяцев у него это уходит. Это состояние. Также по взгляду вы можете увидеть, о чем думает ребенок. Это сложная уже наука. Итак, вот здесь находится тонус мыслей. Вот в этих местах. Заметьте, люди психическими расстройствами, у них вот ободочки, глаз, вот эти вот веки, да, такие красные, едкие, раздраженные. Кто это видел? То есть, какая-то болезненность вот здесь находится. Поэтому вот эти вот на кончике, на слизистой оболочке наших век находится тонус наших мыслей. Вот это, вот это тонус правого полушария. Пишите, правое полушарие связано с волей, с волевыми функциями. Что такое волевые функции? Допустим, глаз правый у ребенка косит вот так, раз сюда, к центру. Один глаз с правой стороны косит. Его воля напряжения, то есть, либо он хочет освободиться от чего-то очень сильно, либо он протестует против чего-то. То есть, есть сильное волевое напряжение внутри, в уме этого ребенка. У него глаз раз в сторону. Центр это деятельность. центр. Поэтому, когда мы думаем, у нас вот здесь напрягается. Да? Помните, вот так раз вот. Многие чешут вот так вот. Замечали? Здесь находится центр ума. Это деятельность. Если правый глаз косит в центр, это означает, он хочет раньше времени действовать. Тело не позволяет. Маленький еще. А действовать уже хочет. Тонус напрягается, идет к осоглазию. Никак не могут понять, от чего это происходит. Это я объясняю, как веды-то говорят. Левый глаз и левая сторона тела это луна, лунная энергия, то есть, внутренняя жизнь. Это мысли человека. Поэтому, любые аномалии с глазом направо или налево он косит. Связано с левым полушарием. Также заметить, что у кого травы в стороне, у кого-то по левой стороне. Кто это замечал? Поднимите руку. По сторонам это идет. Это означает, есть перегрузка в этих сферах, а у кого-то по центру. Итак, центр, это там находится меридиан сусумно, то есть, она отвечает за деятельность человека. Если он совершает какие-то неправильные поступки по отношению к другим в деятельности, то начинаются болезни по центру. Таким образом, вы можете отследить здоровье вашего ребенка. Теперь поговорим немножко о врожденных заболеваниях. Что такое вообще врожденное заболевание? Почему многие дети рождаются с тяжелейшими врожденными заболеваниями? С чего бы спрашиваться? Он родился, у него уже порог сердца. Только вышел уже под нож. Сразу же. Или детский церебральный паралич, например, и другие страшные заболевания. И, не понимая этого, в свое время Гитлер делал стерилизацию, он просто их убивал. Таким образом, Гитлер придет прожить все жизни технически больных и покалеченных людей, которых он убил. Вот сколько он убил, столько жизней он будет страдать. Столько раз он в эту печку будет погружаться. Представляете, как он себе карму нажил? Властелин всей земля. Представляете? Ужас. Просто ужас. Таким образом, с прошлой жизни человек получает рожденное заболевание. Нужно понять следующее, что в Ирведе описывается, как сознание человека или характер его влияет на основные органы. И так я сказал, существует правое, левое полушария и по центру. Сначала идет мысль, потом принятие решения, потом действие. Так работает ум. Мысль, принятие решения и только потом действие. Вы не сможете действовать, минуя эти два этапа. Так? Тот, кто делает немыслия и неосознанно, он сумасшедший. То есть в нем находятся духи. Что такое одержимость? Человек не может контролировать свои действия. Значит, в нем дух. Кто-то другой контролирует его тело. Центральная часть связана с поступками человека. Итак, действие тонкого тела ума распространяется на тело без всяких пересечений, как в нервной системе. В нервной системе пересечения идет. А тонкое тело ума напрямую действует. Это значит, что левое полушарие контролирует все органы, которые находятся слева. Центральная полушария контролирует все органы, которые находятся по центру. А правое полу шарик контролирует все органы, которые находятся справа. Существует еще задняя часть головного мозга. Она связана с подсознанием. Все подсознательные процессы проходят вот здесь. Говорят, спинным мозгом чую. Вот чую. Значит, чую. Вот здесь находится. У ангела здесь родничок был, который не заживал всю жизнь. Вот эта часть связана с метафизикой, с тонкими мирами. А также эта часть связана с прошлым. Если вы хотите что-то вспомнить, нужно свой ум подместить в эту часть тела. Вот сюда. Чтобы управлять своим умом, нужно заниматься йогой. Допустим, вы что-то забыли и хотите вспомнить. Просто достаточно дышать вот этим местом. А вы вспомните. Ну как это? Нужно заниматься. Сейчас вам несложно объяснить. Нужно показывать. А вот у нас будет занятие еще. Продолжение. То есть у нас была йога в прошлый раз. Теперь мы будем еще глубже. Повторим старое. И будем проходить новые вещи. Да. Дышать этим местом. Не то, что у вас там воздух будет кислород заходить. Там тонкий процесс. Но вы видите, что ваша память станет лучше. Если вы хотите увидеть будущее или какие-то вещи, понять, что в будущем может произойти, проанализировать какую-то ситуацию, нужно научиться вводить прану через правое полушарие. Помните, как Альберт Эйнштейн говорил, что он открытие многие сделал, кидая монетку в лифт, в шахту лифта, либо представляя себя гуляющим по лучу солнца. Помните? В этом фильме. Вы смотрели недавно. Он так открытие делал. Так вот, и ухаживаются в йоге, есть такой феномен. Если вы будете пропускать солнечный луч через правое полушарие, вы можете увидеть будущее, а также можете смотреть сплоть стены. Или на большом расстоянии. Это не мистика, это не сказка. Просто есть вещи, которые нам непонятны. Если это объяснить, все понятно станет. Это все работа тонкого тела ума. Так вот, задняя часть связана с подсознанием. С левой стороны, сзади, находится эмоциональная память о прошлом и функции подсознательной связи. То есть здесь находятся самскары человека. Самскары или импринты прошлых поступков. А вот здесь находится еще с правой стороны фактическая память о событиях, которые происходили недавно. Таким образом, существуют вот эти вот тонкие вещи, которые неизвестны в церкви науке. Следующая слева, мысль, связана с характером, эмоциональной, точнее эмоциональной деятельностью, с размышлениями человека. Допустим, его размышления очень болезненные, нездоровые размышления. Например, кто-то размышляет, как мне отомстить. Это нездоровые размышления. Он использует функции ума во зло. Также активизируется определенная часть мозга. То есть мозг, он реагирует на деятельность ума. И что происходит? Он начинает возбуждать кору головного мозга и идет что? Воздействие на физические органы. Так происходят болезни. То есть ум может двигаться в разных направлениях. Например, у вас у всех были такие случаи в жизни. Вы очень сильно чем-то увлечены. Например, морковку трете на терке. Интересный фильм. Вы увлеклись. Раз, у вас уже палец. Вы срезали кусок мяса. И даже не почувствовали. Продолжайте дальше смотреть фильм. Вам говорят, смотри, у тебя кровь течет. О, точно. У кого так было? Поднимите руку, у кого так было? Кто-то машину ремонтирует, мужчина особенно. Ремонтирует, раз, у него уже ссадено. Он даже не почувствовал боли. Но если вам положить руку, сказать, счастливее, я буду иголочку колоть. Любое прикосновение будет дикой. То есть ум, если он концентрируется на какой-то объекте, туда идет вся энергия. Вот почему йоги могут ходить по углям и при этом не обжигаться. Они просто убирают ум и этой части тела. Вот и все. Как работает память? Память, это находится в неволном мозге. Мозг обрабатывает информацию. Обрабатывает, переводит ее в язык, доступный нам. Но память, это ретельность ума. Поэтому многие дети, они помнят свои предыдущие жизни. И как они это помнят? Они могут не помнить события, но они помнят ощущения. Хотя до пяти лет могут даже помнить и факты из своей прошлой жизни. Этим объясняются феномены памяти прошлой жизни. Я вам еще потом в будущем покажу фильм, как одна шапландская женщина вспомнила своих детей. И она их нашла в этой жизни, собрала их все. Правда, деткам было уже по 80, по 90 лет. Что такое память ощущений? Ну, например, вот вы идете по улице, или в какой-то город приехали, или за границу приехали, вот вы здесь на какой-то улице, и вдруг у вас возникает сейдром дежавю. Есть такое понимание. Где-то это уже было. Вот ощущение, что это очень знакомое. Ситуация какая-то банально знакомая, но вы не можете никак вспомнить, где и когда. У кого так было? Это означает память ощущений, идущие из прошлых ваших существований. Вы пытаетесь что? Вы используете головной мозг, как вы в машине, роетесь умом в машине, где архивы, где архивы этого события. А там его нет, потому что тот мозг уже сгорел в крематоре или остался в могиле. У вас уже другой мозг. Поэтому люди почему не могут вспомнить про свою прошлую жизнь? Они не там копают. Мы пытаемся анализировать их в мозгу, а надо по освещениям. Вот по освещениям вы можете прийти к пониманию, кем вы были, чем вы занимались, и так далее. Опытные гипнотизеры как раз таки возлезут именно эту часть головного мозга вот сюда. Но на самом деле они не на мозг влияют. Они активизируют эту чакру, а эта чакра дает память прошлого. По большому счету идет влияние на чакры. Просто чакры переносятся в следующую жизнь. Чакры – это энергетические центры. Поэтому многие дети могут вести себя аномально странно. Я вам немножко по своей жизни расскажу. В возрасте 6 лет я рассказывал в своем классе, первый класс, когда я пришел, я рассказывал о том, как идет процесс переоплощения. Я рассказал, что душа попадает сначала в капельку воды, потом с капелькой воды, она пускается на землю, вырастает колос. Из колоса колос седает мужчина. Когда он его съел, ты попадаешь в его, как я говорил, в его живот. Потом из его живота, ты выходишь в живот матери, ты рождаешься. Все. Психиатрия мне была обеспечена. Дурдом по мне плакал. Неминуемо это дошло до учителей и так далее, и вызвали моих родителей. Бабушку-то, дедушку, помню. Они меня воспитывали. Я до сих пор помню его испуганный взгляд. Он же прошел Великую Отечественную войну, и все эти сталинские выходки он видел. Он знал, чем это может кончиться. И вот сидел человек в погонах, сидел врач, и вот допрос вели. Скажи, мальчик, а кто тебе этому научил? Так? Кто тебя этому научил? Дедушка? Я так показываю. Дедушка научил? Дедушка весь бледный сидел просто. Он на меня смотрел, и я почему-то знаю, он такой, помолчи. Просто помолчи. Я только сейчас понимаю, почему у него было бледное лицо. Я говорю, нет. Насчет бабушка? Нет. Мама? Нет. Папа? Нет. Это кто? Не знаю. Вот так само. Вы помните, как из меня вышибали ту дурь? Работали опытные психологи со мной. Понимаешь, это болезнь. И таблетки мне давали. Вот таким образом, что такое психиатрия современная? А у них есть стандарт. Есть стандарт. Если ты не вписываешься в этот стандарт, ты болен. А кто болен-то по-настоящему, если так разобраться? Многие психиатры больны, хуже больны, чем пациенты. Поэтому это наука психиатрия. Она очень аморфная. Она не имеет под собой научной основы. Кого хочешь, можно объявить больным и сумасшедшим. Только потому, что мое сознание не совпадает с твоим сознанием. Я не понимаю тебя. Получается, если инопланетяне нас запустить, он будет психически больным по отношению к нам. Потому что для него все это дико. Вот так жить. И так многие дети рождаются с этими самскарами с прошлой жизни. И тенденции они остаются. Например, одна девушка рассказывала, что с детства она одевалась, как в Египте одевались. Потом я потянул изучать египетский язык, спрашиваться, с чего это вдруг. Она говорила, мне часто снились сны, как я хожу по Египту. Даже подробно теснули, какие были люди, какое было окружение и так далее. И многих людей тянет на писательскую деятельность. Он это делал в своей прошлой жизни. Например, Харрисон, известный из Битлз, солист. Он говорил, что в возрасте трех лет у него было уже сильное желание играть и петь. Уже в три года. А в шесть лет ему подарили гитару. И с тех пор он с ней не расставался. Как он говорил, что я начал играть еще до музыкальной школы. А Моцарт начал с трех лет на пианино играть, уже сочинять. С трех лет, вообще кажется, он уже какие-то мелодии там напевал. Говорит, что толком еще не учился, а уже мелодии напевал. То есть, профессор Менделеев, он рассказывал, что таблица Менделеева им приснилась во сне. И очень много открытий было сделано таким образом. То есть, здесь люди, которые прямо помнят свою прошлую жизнь. И вот родители, они этого не понимают. Они пытаются из него делать что-то, лепить из него что-то. Вместо того, чтобы помочь ему раскрыть то, чем он делал. Многие, допустим, говорят, что... Вот некоторые женщины говорят, зачем, допустим, мне это, если я буду вот этим. Но если он говорит, что я буду вот этим человеком, не значит, что ты не будешь. Это можно сказать в прошлой жизни. Например, кто-то был под моделью какой-нибудь, да, на подиуме ходила девушка. А в этой жизни он ему говорит, я буду моделью. Ведется как модель, интерес ведет и к этому есть. Уже с маленького возраста, уже туфли одевает, там, все на себе, там, примеряет, играет и так далее. Это сам Скаро с прошлой жизни. Опыт. Доктор Рао, очень известный индийский астролог, всемирно известный астролог. Знаете о нем, нет? Не знаете, не слышали? Вот, очень известный астролог, он рассказывал, как он стал астрологом, хотя не хотел этого, ну, всемирно известным. Был такой, был такой актер, может вы знали, Батчан. Батчан, он еще и там Меся Закон играл, такие известные индийские хиты. Помните? Ну, очень популярно, он был популярным по всему миру. И однажды его мать пришла к Рао, как он сказал, я не был в свой журнал, я был таким малоизвестным астрологом, ну, хотя с рождения я занимался астрологией. Мать меня учила этому. И я потом, я всем сопротивлялся, я не хотел этим заниматься. Мать говорит, но в твоем гороскопе написано, что ты будешь мировым астрологом. И ты родился по этому династии астрологов. Он говорит, мама, но я не хочу этого. Он говорит, подними мое слово, это будет. И она его учила. Хотя он сопротивлялся. Так иногда дети могут себя вести. Но когда он вырос, он действительно стал астрологом, но не всемирно известным. И вот мать Бачана пришла к нему и говорит, вы знаете, мой сын очень известный, популярен. Дело в том, что в Индии киноманы не такие, как у нас. Это фанаты с большой буквы. В кино это все. Киногерой для них это все. Они готовы спать прямо у него подъезда. То есть там у них очень фанатичные. И они в Индии понимают, что если большая слава приходит, то скоро жди каких-то больших неприятностей. И она нас обеспокоена. Кстати, матеря это очень хорошо предчувствует. Поэтому мужчинам и сыновьям и детям нужно чаще слушать мнения матерей и отцов. Потому что родители, они связаны с тонкими энергиями, с детьми. Они чувствуют виду. А дети не слушают их. И вот что произошло дальше. Он сказал, что я не буду вам делать гороскоп. Две причины. Первая причина. Если я ошибусь, это человек мирового уровня. Бачан. Мне будет конец, как астролог, моя карьера будет закончена. Все. А если я не ошибусь, то я буду всемирно известным. Это факт. Я выбрал второе. Лучше не рисковать. И что вы думаете? Мать настояла. Это будет между нами. Я обещаю. И тогда я не мог знать, что за ней шла слежка. Корреспонденту следили фанаты. Жучки где поставили с микрофонами. И их подслушивали. И он дал такое предсказание, что через два года, там некоторая планета, он действительно стоит в плохой позиции, у него будет травма где-то в области живота. Скорее всего, он, эта травма будет очень опасна для его жизни. Буквально через день все это было распечатано в журналах, газетах и по телевидению национальному передо мной. Что доктор Рау предсказал через два года гибель Батчана, как себя перевернули. Вот Батчан пришел к Рау, как он сам рассказывал, и был в бешенстве. Кто вам разрешил мою судьбу вот так публиковать? Можно понять, да? Мать все объяснила, что он тут ни при чем, этого все корреспонденту устроили. Так или иначе, все-таки он успокоился и говорит, вы действительно так считаете? Он говорит, ну я могу ошибиться, но звезды так говорят. И он договорился с ним, что астролог Рау будет курировать ее, помогать ему. Дело в том, что профессиональные астрологи, они просто говорят, они еще помогают человеку решить эти проблемы. То есть как врач берет пациента и ведет его. Так же он проводит его жизнь, вот этот этап тяжелый, он проводит, помогает ему пройти. Это классический подход к астрологии. И что произошло дальше? Как он рассказывал, поступил звонок, он сказал, еду снимать отрывок, дубль фильма, в горы. В горы, горы это Сатурн. Сатурн был в плохом положении. А что будете снимать? Съемки, это Венера. Это Марс еще у него стоял. А что будете снимать? Драку. Я буду бороться с бандитом, который будет с ножом. Все. Вот тут я вот и понял. И я сказал, не делай этого, возьми дублера. И он решил взять дублера, а режиссер встал на дыбы и говорит, нет. Ты что, ты никогда не снимался с дублером, если ты это сделаешь, ты потеряешь рейтинг. Ну, упадет. В общем, он стоял. Что произошло? Он прыгает на бандита, только он скользнулся, и вот так упал на землю, и нож так встал. И он протыкает себе животно сквозь. Все. Так он стал всемирно известным. То есть это дарья, судьба. И вот дети, которые рождаются, у них уже предопределено, когда он станет всемирно известным, или когда он погибнет и так далее. И ничего не сможем сделать. И болезни многие переносятся в следующую жизнь. Если я погиб от какой-то, допустим, от воды, например, то ребенок в следующей жизни, он будет бояться. Он будет бояться воды, панически. И многие даже это переносят для взрослых в своей жизни. У кого есть фобии? Поднимите руку. Высоты, а еще воды кто боится? Я не знаю, что это не то, что я утонул в своей жизни, я просто жила далеко от воды. Нет. Это память ощущений. Подпишите, самскара, это и есть память ощущений. Если вы от чего-то пострадали, у вас будет панический страх перед этим. Многие люди мне рассказывали, что они не могут есть. Когда они едят, у них нет глотательного рефлекса. Вздыхаться начинают. Поддаются в прошлой жизни едой и умер от этого. Страх еды. Очень много разных есть фобий. Это все идет с прошлого нашего существования. Поэтому ребенка не нужно наказывать. Что ты там ведешь себя? У моего племянника постоянно была фобия. Он боялся остаться один. Вот буквально в туалет заходишь, у него истерика. Вот стоит только его на доле минуты оставить одного, все, у него паника. Мечется, кричит, не оставляйте меня, не покидайте меня и так далее. Спрашиваешь, откуда это идет? Никто его не пугал в детстве, ничто плохого с ним ничего не делал. Это самскара. И вы должны это понимать, почему он так все ведет. И мать и отец, они должны быть психологами. Помочь этому ребенку избавиться от этой самскары. То есть какое-то время нужно побывать, побыть с ним. Попытаться ему объяснять, что опасности нет, все хорошо. В прошлой жизни. Ну украли, может, его. Выкуп требовали или еще что-нибудь. Держали его заперти. Или в тюрьме сидел. Ну много причин. Или болел, один лежал. То есть какая-то изоляция была. Какая-то изоляция, где он получил стресс. То есть стрессы, они отпечатываются в сознании человека. Если собака кусила в детстве ребенка, на всю жизнь будете бояться собак. А если ни разу не кусала, а вы ее боитесь паничить, значит кусала в прошлой жизни, вы от этого сильно страдали. Или порвали вас, допустим. Сильнейшие фобии. Например, как доктор Молоди писал такую историю. Есть такой профессор, доктор Молоди, слышали? Он очень серьезно провел работу в этой области, в психиатрии. И он доказал, что это возникает в результате прошлой жизни. И он доказал это документально. Он находил те места, о чем люди говорили, память в прошлой жизни, документы собирал и так далее. То есть он сам говорил, я серьезный человек, я ученый. Поэтому не нужно как-то мне приписывать ко мне религиозность. Я ученый человек. Почитайте его книги, очень интересно. Жизнь до жизни, жизнь после жизни. А также еще в интернете посмотрите. У него там форумов очень много. Раймонд Молоди. А он очень известная личность. Он сейчас занимается регрессиями. Лечит все этические болезни, фобии с помощью регрессии. Возвращение в прошлое. Когда человек возвращается в прошлое, он понимает, от чего у него страх. Этот страх уходит. То есть он понимает, что все, это было в прошлом, какой смысл сейчас волноваться. То есть осознание происходит. Мы боимся, когда нам что-то непонятно. Наступает страх. Так вот, он говорит, что одна женщина страдала астмой. Причем замечено, что астма усиливалась. Приступ усилился. Когда она входила в парадную или в похожее ее помещение. Похожее этому помещение. И когда погрузили ее в регрессию, там специально кровать они сделали. Какие-то электрические разряды шли. То есть там целая машина стоит. Чтобы с помощью определенных волн вести человек в это состояние. И она стала говорить. Все, что говорилось, записывалось. Она стала проживать эту часть своей жизни в прошлом. Она шла домой в прошлом своей жизни. Несла продукты. Какой-то праздник был. А в парадной стоял убийца. Грабитель. И он ее зарезал ради вот этих денег и ради этих сумок. Нет, не зарезал, задушил ее. Задушил сзади. А как она говорила, я помню, как я вышла из тела. И у меня была ненависть к этому человеку. Причем как бы не жалко было в своей жизни. Мне было обидно, что вот так вот я шла к семье. Я шла к себе домой. И вот так вот жестоко оборвали наши отношения. Вот это больше всего она запомнила. То есть не сама смерть он пугала, а вот этот неожиданный разрыв отношений. И вот в следующей жизни она с рождения имела уже астму. Удушья. И удушья увеличилась, когда она заходила в какое-то темное пространство, похожее на парадную. Понимаете, с чем это связано? Многие болезни с ним связаны. И он рассказывал еще о такой случае. Один мужчина, точнее одна женщина, она американка, упала в гоматозное состояние, и ее тело с судороги начались во время лекции на кафедре по истории. То есть прямо на кафедре она упала. Когда рассказывали, как во Франции в средние века сжигали ведьм. Потом она пошла к доктору Молодь, потому что это больше не могло продолжаться. И она сжаловалась с жалобой, что зажигать спички я не могу. Я не могу газ включать. Я не могу у костра сидеть. Все, что связано с огнем, меня просто вводит в состояние такого жуткого мебиоза. И когда мне рассказали эту историю, как сжигают этих ведьм, мне стало настолько плохо, что я потерял сознание, что в конвульсиях билось. Никто не может объяснить, почему это произошло. И они погрузили ее в гипноз. Она рассказала, что ей было 16 лет, жила она в Германии. И она ходила к одной знахарши лечиться, чтобы у нее какие-то проблемы были. Эту знахаршу потом обвинили в колдовстве, и ее сожгли, и всех тех, кто к ней ходил. И я помню, что мне было 16 лет, я умолял их о прощании, что вы делаете. Я помню, как огонь постепенно жарил мои ноги, дошел до тела. И как я в дикой, жуткой боли ушла от этого тела. И у него это с самого рождения, страх к огню. Поэтому многие дети могут вести себя неадекватно. Особенно, особенно в первую половину их жизни, то есть до полового содревания. Самскара очень сильно проявлена. Допустим, ребенок начинает пытаться имитировать взрослое поведение. Поведение этого ребенка, она повторяет прошлого. Что с такой происходит? Лапочка такая была, да? Какое-то половое содревание начинается, как подменили человека. И в ведах описано, что с этого возраста, полового содревания, душа получает полноценное тело, с помощью которого можно исполнять свои желания. То есть все. Ты начинаешь жить полноценной жизнью. У многих раньше, у многих позже. Ну, примерно в этом возрасте. Итак, кто-то родился, допустим, с врожденным пороком сердца. Что это означает? В ведах описано, что каждый орган имеет характер. То есть тонкое тело ума пропитывает органы своим характером. Когда мы любви признаемся, мы руку на сердце кладем. Так? Вот сюда. Сердце пытается любовью. И если в этом порок сердца, значит, какие-то были проблемы в взаимоотношениях с окружающими людьми. Что-то с любовью была проблема? В прошлой жизни. Он же родился с... То есть врожденные болезни идут с прошлой жизни. Есть приобретенные болезни, есть врожденные. Их лечить крайне тяжело. Он есть. Этот порок. ДЦП. Что такое детский церебральный паралич? Тонкое тело живого существа не дотягивает до человеческой формы. То есть это выход из эволюционного цикла. Из эволюции Джилла вышла и попала в человеческую форму. Он не дотягивает еще его сознание. Он не может действовать в этом теле. Отсюда аномалии, многососковые, хвостатые, лохматые дети рождаются. Полуживотные, полулюди. Смотрите, гены человеческие. А почему рождаются такие аномальные дети? В тонком теле. Он был животным. Однажды Олег Геннадьевич Тарсунов, я когда был у него, помогал ему на приеме камнями лечить людей. Одна женщина появилась у своего сына. Он говорит, просто посмотрите на него. Я послушала лекцию и поняла, что он в прошлой жизни был либо коровой, либо быком. Вот просто посмотрите на него. У него аутизм, серьезное заболевание. Вот так он сидит, смотрите. Вот такие движения делает. Я говорю, смотрите дальше. Какую-то еду, булочки. Смотрите. Подносим булочки. Движение. Животное. А смотрите, что самое еще интересное. Дайте, говорит, любой предмет блестящий, похожий на нож. Смотрите. Берет нож. Подходит. То, как к нему так подходит. Все. Паника. Пена сорта. Истерика. Он начинает биться. Он был коровой, либо быком, которого зарежали. Все. Ответ очевиден. Что произошло с ним в прошлой жизни. И после... Есть описание, что душа, проходя через эволюционный цикл, а это 8 миллионов форм жизни, потом наступает следующий цикл. Человеческий цикл. 400 тысяч пошло. От низших форм обезьяны, кстати, это не животное. Между прочим. Пометьте. Это первая форма человеческой жизни. Вы знаете, что в Индии обезьяны делают? Они воруют ваши паспорта, документы, торгуются на рынках. Да? Да? Вы кто был в Индии? Поднимите руку. Знаете об этом? И вам даже могут предупредить. Если у вас пропадут вещи, идите на рынок и смотрите. Ваш паспорт может висеть. Документ важный. Вот рассказывал мне один человек. Паспорт украли. Целую сумочку со всеми документами. Инфаркт, что называется. Потерял, все. Инфаркт. Вот ее украли. И все, летите на рынок. Там надете. Пришли на рынок, и действительно висит этот паспорт. Ну, эта сумочка с документами. Он говорит, это моя сумочка. Он говорит, нет проблем. Обезьяна за него взяла два ящика бананов. Оплатите бананы и забирайте без проблем. Всех мартышек невозможно дочеровать. Они так делают. Например, что они делают? Им очки нравятся, они прыгают, хватает очки твои. Так смотрят на тебя. Отдай. Одну дужку отломал. Отдай. Вторую дужку. И смотрят на тебя. Ну, что еще? Дразнит животное, не умеет дразнить. То есть, если вы увидите, они очень... Ну, у них есть разум определенный. А мне Олег Геннадьевич Сунов рассказал такую историю. Мы, говорит, сидели в таком холле, в дещатках с мраморным полом отдыхали. Заходит шамец. Вот так. Опа. И так ко мне. Вот так. Раз мне. По плечу. Раз так. Я говорю, не понял. Он так. На него. Ну, хорошо. Такой снимает накидку. На него. Он так. То есть. Хорошо. Развернулся, ушел. Приходит с попой. Врату позвал. Я говорю, ах так. Хорошо. Достаю, короче, брызгунку такую большую. А вот так. И лицом, и водой. Воду они не любят. Очень. Они раз в две стороны. Так, мил. Тебе я еще вернусь. То есть, обезьяна это первая форма жизни. Потом идут каннибалы, дикари. И пошло. Выше, 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 выше. Доходит до европейцев. Потом до ариев. И потом пошло уже туда, к богам, на высшие планетные системы. То есть, 400 тысяч форм жизни человеческих. 8 миллионов животных. И вот аномалии с детства, болезненные какие-то состояния, или дебилизм, или диати, то есть какие-то отклонения. Это означает, что он вышел из этого цикла. Почему к вам пришел другой вопрос? Поэтому лучше надо так делать, чтобы он не приходил из этого цикла именно к вам. Пускай где-нибудь в другом месте. Кого-нибудь попроще. Это тяжелая карма. Итак, в облике лба находится энергетический центр. Аджна-чакра, вот здесь. И по лбу можно тоже узнать уровень интеллекта. Если лоб широкий, и вот такой вот. Вот так вот он идет. То человек очень умный, интеллект большой, много интеллекта. Если косой, вот такой, как обезьяны, вот так. Интеллект низкий. Это не означает, что он может быть не хитрым и не коварным. Я говорю про интеллект, про разумность. Если, если, вот здесь вот вытянута, вот так, яйцедоловость вот такая, вот так вытянута. Это очень необыкновенное живое существо. Он даже может быть с параномальными способностями. Как у Нефертити у нее был вот такой вот вытянутый череп. Она была удивительной царицей. Владела литическими силами. Срезмерно развитая челюсть. Челюсть широкая. Голова узкая. Здесь шире, чем вот здесь. Такие низбинные наклонности. Материальные наклонности. Не просто же, а такие низбинные. У европейцев череп, он такой, в гармонии находится. То есть все в гармонии. Поэтому развивает цивилизацию. Но вот тут слабенько, вот тут приплюснуто. Видите? Не хватает духовности. Здесь духовность. Гитлер изучал эти вещи, и они вывели свою фашистскую теорию на этом основании. Хотя в Ведах где в этом написано, что один должен убивать другого. Говорится наоборот, более развитый должен помочь более ни разу этому. Не помочь у тем тут свет, а помочь им подняться. Состраданием и милосердием. Итак, следующее. Это таланты. Таланты приходят в прошлой жизни. А также талант может дароваться человеку как результат его благочестия. То есть он совершал много благочестивых поступков. За это ему дали талант. Вот некоторые из них. Если вы в этой жизни будете прославлять Бога, в следующей жизни вы будете иметь славу. Может даже в этой. Такое тоже может быть. Слава придет к вам. Хотите вы этого или нет. Если вы что-то жертвовали на духовное развитие человечества, в следующей жизни будете богаты с самого рождения. Родитесь в семье благородных аристократов. Кстати, заметьте, что в аристократах чаще всего рождаются такие благородные люди. Так, как у царей, династии, потомства. И вот когда в династии Куру или последней династии императоров всей земли явился Дюрьотхана, вот этот злокозненный враг, который устроил эту бойню, из-за него погибло 680 миллионов человек, и конец всей физической культуры был. Из-за одного человека. Они были в шоке. А дед, которому было уже не одна тысяча лет, у него было благословение об обиде Ганге. Он был в шоке. Как он с ним разговаривал, дед, тебя не спрашивают. Он говорит, ничего себе, в династии Барда так разговаривали со старейшинами. Сейчас так дети разговаривают с ним родителям, без проблем. Мама, заткнись, например. А когда он это сказал, дед, тебя не спрашивают. Все, кто там был, вот эти придворные цари, родственники, они были в шоке, такое сказать. И он сказал, как ты сказал сейчас, дед, тебя не спрашивают? Что за времена наступают? Деда уже никто не спрашивает. Это означает, что наступает эпоха Кали. И люди, они будут менее талантливые. Благочестия будет меньше, 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 меньше. Красота тела дается, если человек украшал что-то. Допустим, вот вы украшаете дворство, делаете красивый двор, чтобы всем людям было приятно смотреть. В Грузии до сих пор такие традиции остались. Сажаешь сад, сажаешь еще сад за огородом для людей. Мальчишки бегали, рвали там, ели, все, кто хочет. Посмотрите, каждой семье все следят этой традиции. Город бы процветал. Хотелось просто один гражданин, один гражданин Нижнего Новгорода посадит одно фруктовое дерево. Это уже другой вопрос. Можно даже за городом посадить, просто одно. Представляете, в городе было много фруктов, чем дешевых. Вот так раньше люди делали. И если вы украсили двор, клумбы посадили, розы вырастили, то есть что-то сделали для людей, в следующей жизни вы будете иметь красивое тело. Как все люди ходят, восхищаются, кто это сделал. Раньше так скульпторы делали. Они просто приходили и что-то там из камня вытачивали красиво. Какие-то колонны делали, уходили. Я даже не знал, кто это сделал. Хочу нескольких неизвестный художник. А это стену расписал неизвестный художник. Это были неизвестные люди, которые зарабатывали себе благочестие. Только в той следующей жизни получите очень красивое тело. И причем оно не будет долго портиться. До самой старости вы будете выглядеть очень красиво. Ну да. Не будет долго портиться. Конденсионер там будет стоять внутри. Старость же тоже запланирована. Кто замечал, хоть человек молодо выглядел, только резко постарел. Резко, раз и постарел. То есть не было планового перехода. Это означает все, его карма благочестивая закончилась, он вступила плохая. Резко постарел. Поэтому дед Хижма, который сражался на битве Курушетра, это абсолютный факт. Ему было уже не одна тысяча лет. Он выглядел как мужчина 60-летнего возраста. Сказки. Но это факт. Дальше нужно понять, что вот эти вот самскары, таланты, идущие из прошлого, нужно их культивировать. Нужно помочь ребенку развить их. Родители должны это учитывать и опираясь на знания, строить свои отношения с ребенком. А не так, как я этого хочу. Я хочу, чтобы ты был вот такой. Все. Это не разговор. Тогда не будет гармонии. Итак, есть некоторые принципы в отношении с детьми. У отца и матери разные технические силы. Например, отец будет более нежен с дочерью, так как они разнополые, а мать с сыном. Заметили это? Потому что работает вся эта система. Она же дочь, она же девушка, а я мужчина. Так подсознание происходит. Поэтому он всегда будет ее баловать. А мать очень строга к своей дочери. То же самое. Отец строг к своему сыну, но балует свою дочь. И отец не должен баловать свою дочь. Он должен так понимать. Потому что она привыкнет к такому общению и будет так же себя вести со своим мужем в будущем. Она будет требовать от своего мужа такие же отношения, как было с отцом. А тут уже другая ситуация. Это уже не те отношения. Она должна уже выполнять свои обязанности по отношению к нему. Понимаете? Сын будет искать у слады, у женщин, а не защищать. Если мать постоянно балует сына. Уси-пуси, пуси-уси. Потом он будет говорить, где жена, которая будет мне уси-пуси делать. Очень много людей жалуются на это, особенно девушек. Я не знаю, вот, против хорошего мне мужа, хорошего мужчины, все хорошо. Но он такой обидчивый, не поцеловал щечку вовремя. Обида. В постель кофе не подала, обида. По головке не погладила, обида. Смотрите, что он требует. Он требует поведения такого же, как от матери. Мама так делала в детстве. И он это отношение переносит на свою жену. Но это жена, это не мать. Если девушка будет обижаться, что ее утром не поцеловали, это нормально. Потому что она девушка. Но когда мужчин так все ведет, она теряет уважение по отношению к мужчине. Причем сама того не ведая. Она не хочет разлада, но она не будет чувствовать в нем мужскую силу. Ее психическая сила будет истощаться. То есть есть голод психический, есть голод физический. Когда вы хотите есть, вы едите хлеб, да, и пищу. А когда вы хотите от мужчины получить психическую силу мужскую. Что такое мужская сила? Никакая женщина не любит размазню. Так? И чем больше он сюси-пуси, тем меньше вы его уважаете. Так, девушки, или не так? Хотя он может быть хороший человек. И помимо вашей воли, сила уважения к нему будет тать, тать, тать. Возьмите прекрасный день. Он скажет, я не могу больше с тобой жить. Почему? У меня психический голод. Я хочу мужчину. Без капризов, без истерик и так далее. Вот так маленький нюанс. И это возникает с детства. Мама его портит. Мама уготовила ему будущие проблемы. Отсюда вывод. Отец не должен позволять матери чрезмерно его баловать. Но такова женская природа. Поэтому они друг другу помогают. Не мужчина там ею управляет, они помогают. Но говорят, ты уже через перебор делаешь. Все. Вывод. Отец должен воспитывать сына, а мать воспитывает девочку. Не означает, что мать никак к ним не обращается. Мать учит своего сына защищать меня. То есть, учит его быть будущим мужем. Ты же у меня мужчина. Не знаю. Не знаю. Ты мужчина или кто? Не знаю. Без тебя я ничего не могу сделать. Помоги мне, пожалуйста. Ты должен принести веник. Он тяжелый. Понимаете? Просите, чтобы он помогал все время что-то делать. Выбивайте из него вот эти вот сил-сил-сил-сил-сил. Он должен быть мужчиной. И чем больше она его балует, тем хуже она дает для его жизни. Такие мальчики потом попадают в армию. Я помню в армии интересные события. Вот только что приехали в армию. Вот идет офицер и сержант такой-то. И смотрит в глаза. Раз стоит. Зайчик. Зайчик стоит. Понимаете? Он зайчик. Он же зая. Вот зая пришла в армию служить. Я говорю, так, зая. Шаг вперед. Фамилия. Зайцев мое фамилия. Так, Зайцев. Швабру знаешь, тряпку знаешь. Вперед. А почему только я? Вперед. И почему только он? Просто он заяц. Остальные мужчины. Они уже умели в детстве там вовремя себя постоять и так далее. Уличные ребята оказались всеми. Все герои Советского Союза. Уличные хулиганы. Бомбили фашистов, мало не покажутся. Они научились это делать в детстве. Они никого не боялись. Гибли кто? Мальчики, зайчики. Погибают в первую очередь. То есть мужская, это не означает, что тебе не нужно давать вообще никаких муствовождений, счастья и радостей со мной матери. Не поймите, нет, неправильно. Должно быть. Перебора не должно быть. Гармония. Если только отец воспитывает, и очень сурово, по-армейски, мальчик будет жирным. Ну, так им будет. Топор в сердце. А когда в гармонии, тогда он будет и мужчина, и при этом не размазня. То есть полноценная личность. Поэтому женская энергия, она тоже нужна. Но женщина должна всегда видеть в нем мужчину. Она не должна говорить ему, что ты мой зайчик, ты мой сынуля, ты мой тот. Ты мужчина, ты мой защитник, ты мой покровитель, ты защита всего нашего рода. Все. С самого детства такая позиция. Я рассказывал уже, как меня однажды пристудил мой дед, когда я нахамил своей бабушке. Он сказал, ты уважаемый человек, ты родился в хорошей семье. Как можно себя не уважать, как мужчина, чтобы оскорблять женщину. Все. До сих пор запомнил. На всю жизнь. Как он меня так на место поставил. Он меня не унизил, он мне объяснил, что ты сам себя унижаешь. Вот родители должны так воспитывать ребенка. Не унижайся. Не опускайся до такого уровня. Ты уважаемый человек. Следующее правило. Никогда не говорите, что он глуп. Что он невежественный. Что ты негодяй и плохой человек. Сначала прославление. Да? Потом замечание. Это тактика. Так работают, так до сих пор святые воспитывают своих учеников. Гуру так учат своих учеников. Сначала они им доказывают, что вы люди полноценные. Вы люди, вы полноценные. Вы не животные. Поднимают их чувство достоинства, потом дают им знания. Ум, пишите, ум как работает. Если ему сказать, что ты плохой, все. С этого момента сознание человека закрывается от того человека, кто на него напал. Все. Раз он закрылся. Даже если вы будете говорить самые разумные вещи, он не будет вас слушать, потому что вы его не уважаете. И вы не будете слушать другого человека, если вас не уважают. Поэтому кричи, не кричи, ругайся, не ругайся. Это не работает. Закрыто. Итак, вот эти вот маменькие мусыночники, как их в армии называли, пирожочники, ищут себе жену, похожую на свою маму, и всю жизнь держатся за юбку. Или с мамой живут. А жена не может жить с мамой. Она за него замуж вышла, а не за маму. И это возникает серьезная проблема в жизни человека. А он не может, он привык, как с детства. Детские самскары очень сильные. Подчеркните, они оставляют отпечаток на всю жизнь. Чрезмерное сисюкание, чрезмерное насилие дает проблемы. Насилие чрезмерное. Допустим, если отец бьет дочь, это неприемлемо. Вообще девочек лучше не бить. Мать может наказать. Отец нет. Бабушка может стукнуть по заслугам. Но только не мужчина. Если мужчина ее стукнет, у нее останется отпечаток. Шрам. Потому что от мужчин любая женщина что жалеет от мужчины? Защиты. Отец ее бил. Она это перенесет на будущее своего мужа. Она не сможет быть полностью верна ему. Самскара остается. Мать не должна бить своего сына. Она должна жаловаться своему отцу. Ну, его отцу. Если мать бьет своего сына, это означает, что ребенок потом вырастет и будет бить свою жену. То есть он будет утверждаться в самом себе, что я все-таки мужчина, а какая-то женщина меня унижала. То есть вообще мужчина очень болезнен, если их бьет женщина. Я помню свое детство, когда меня мачеха избила. Вот так врезалась в память. Я чувствовал глубокое унижение. Женщина не избила. Когда я вышел из туалета, она там заперла меня на сутки, я ей сказал, когда я вырасту, я тебя убью. Ну, вот, вот, ты и есть бандит. Вот по тебе дурдом и плачет. Тюрьма по тебе плачет. Я тебя убью. И когда я вырос, слава Богу, я ее не убил, получил знания вопрямя. Я с ней встретился. И поговорил, смотри сейчас на меня. Видишь? Что я с тобой могу сделать? Что хочешь? Сейчас вяжу тебе просто. Выкину с окна. И ты ничего не сделаешь. Ты слабая. Ты понимаешь, что так нельзя было? Детки всегда вырастают. Они не остаются маленькими. Но ты оставила шрам на всю жизнь. Она подвинялась, плакала. Да, я поняла. Но обычно, обычно, оскорбление со стороны женщины, как бы мужское достоинство всегда деда. Если человек не работает над своей душой, он не может прощать, не может это осознать, это злоба остается на всю жизнь. И он неминуемо будет оторваться на ком? На жене. И он сам не сможет понять, почему так происходит. Поэтому пишите. Никогда не позволяйте бить своего сына. Лучше скажите отцу. Если мужчина врежет ему, он не обидится. Это мужские разговоры. Понимаете? Это мужские отношения. Если нет отца, тогда нужно жаловаться. Сказать, я бы тогда жаловался начальнику какому-нибудь там, или директору школы и так далее. То есть кому-то надо жаловаться. Соседу, пожалуйста. Дядя Петя, понимаешь? Дядя Петя, он такой хороший мужчина. Если такой вот крутой, давай вот с мужчиной разберись. Понимаете, да? Идея. Мужской обе не должно задеваться. Так, ты мой сын, ты меня обижаешь. Я думаю, ты мой защитник, а ты оказался вот такой вот. Ну, кому мне... У кого мне искать защиты? От тебя придется искать защиты. Пойду жаловаться на тебя. Меня сын, собственно, обижает. Вы его сразу таким образом, что, пристыдите, что сын меня обижает. И я буду сказать защиту соседа. Понимаете тактику? Вы можете просто изучать психологию своего ребенка и использовать ее грамотно. Мужчины и женщины, они всегда имеют свои взгляды на воспитание детей. Вот сейчас об этом поговорим. Мама, она всегда нежна и ласкова. Папа, мама будет очень мягко воспитывать. Отцы обычно жестко себя ведут. Ее понимание не совпадает с его пониманием. И она говорит, ты бессердечный тюрбан. Как ты с ребенком вообще разговариваешь? Он же ребенок. Зачем ты так его жестоко, да? Это что означает? Это означает начало конфликта. С этого момента отец, он хотел как лучше, он по своему действу, по мужски. Так, получается что? Что я не авторитет ни для тебя, ни для сына. Она так делает. Не тронь моего ребенка. Смотрите, не тронь моего ребенка. Задумайтесь, что она сказала. Значит, вот твой ребенок, да? Твой. Значит, я не авторитет. И ребенок так вот, и вот так я крыла. Мамочка. То есть, означает, папа плохой. Я официально тебе разрешаю его не слушаться. Папа плохой. Может быть, он и перегнул где-то. Может такое быть. Но что она сделала? Она разрешила теперь этому ребенку, думая, что папа плохой. И у него теперь всегда есть защита у кого? У мамы. Значит, все, что скажет отец, для него не будет аспиритетом. Потому что мама говорит, нет, не трогай моего ребенка. Вот вариант правильный. Как говоришь, внимание, правильный ответ. Что нужно сделать? Если видите, что отец там, ну, запомните, мужской гнев, он иногда выходит через все границы. Если он начинает наказывать, там переходит уже до убийства. Это так действует планета Марс. За мужским телом стоит Марс. Марс что делает? А-а-а, вот ты как! Ай, понеслась, и понеслась. Ваша задача спасти, как бы, ребенка от своего разделенного мужа. Что нужно сделать? Сказать, постой, пожалей своего сына. Пожалей своего сына. Он и так напуган, я думаю, что он уже все осознал. Не моего сына не тронь, а пожалей своего сына, он все уже осознал. Она может ступиться. А ты тоже должен подумать, довел отца до такого состояния. Вы защитили его, и вы не тронули эго мужчины, отца. Не унизили его. Если женщина так себя ведет. Многие женщины, которые вышли замуж уже с другого человека, со своим ребенком пришли, да, в семью. Многие так живут. Как они себя ведут? Я хочу, чтобы ты был хорошим отцом для моего сына. О, вдумайтесь в эту фразу. Ты мне, как муж, не нужен. Я хочу, чтобы ты просто содержал моего сына. Будет он вас содержать? Нет. Он не чувствует себя полноценным членом семьи. Это мой ребенок, а ты наш спонсор. Вот что это значит. То есть, когда мы говорим о мой ребенок, означает, я не принял тебя как мужа. Ты наш папа, и мы тебе полностью предаемся. Наш папа. Никакой мой. Не должно звучать. И мужчины, они это замечают. Вот многие женщины говорят, почему мне так не везет? Я хочу, чтобы мой ребенок был хороший отец. А он почему-то постепенно уходит, или не хочет воспитывать ее, потому что мы не признаем права за ним отцовские. Кстати, современные судьи, они неправильно судят людей. Вот сидит женщина, и она решает проблему семейную. Кому она присудит ребенка? Конечно, женщина. Потому что она женщина, она мать, она будет опираться на свои чувства. А это несовершенство. Поэтому здесь никогда правду не найдешь. Может быть, и не нужно этому ребенку жить с этой матерью. Кто знает, что лучше, а что хуже. Вообще-то, судьи раньше мирили семьи. Они запрещали им разводиться. Говорят, вы не имеете права разрушать свое сознание ребенка. А сейчас на этом деньги зарабатывают. Вот и все. Итак, папа всегда будет вести себя жестко. Мать или жена должна с самого начала это знать, что так будет. Когда они ребенка зачали, то у нее она забеременела. Знаете, что так в будущем эта проблема возникнет. Он будет так все вести. А отец всегда будет раздражаться вот этим вот чрезмерным мягкостью по отношению к ребенку. На этой почве возникает ряд конфликтов и даже разводов. Знаете об этом? А именно на этой почве. Не могут найти общего языка воспитания детей. Поэтому до зачатия или когда уже родился ребенок, нужно обсудить этот вариант. Как мы будем воспитывать ребенка с самого начала? Твои обязанности, мои обязанности. Договор. А не экспериментировать с детьми. Итак, мама мягко, папа жестко. Это значит, что сын будет эгоистом, а дочь будет распущена. Ясно? Сын будет эгоистом, а дочь будет распущена. Нет шансов, если вы нарушаете законы мироздания. Это закон вселенной. Итак, следующий пункт, следующее правило. Что семья – это довольно-таки эгоистическая вещь. В основном, люди в семье любят кого? Себя. Дельта продолжения – меня. И так далее. И все считают, что это моя собственность. Этот ребенок – моя собственность. Это следующая серьезная ошибка. Таким образом, начинается ущемление прав личности этого ребенка. Ущемляются права. Родители, которые наказывают с добротой, они смогут воспитывать. То есть, должна быть строгость. Злости не должно быть. А это сложно. Очень сложно сделать. Но нужно стараться так все-таки. Даже если вы ошиблись, нужно вовремя заняться. Извини, я погневался. Но ты все равно не прав. Вот поэтому я не прав, что погневался. Ты не права, что ты довела на такое состояние, как довел. Ясно? Значит, можно и не все прощать? Нужно. Если вы все-таки неправильно сделали, нужно прощать прощение. Но это делать правильно. Извини, может быть, я немножко спылил. Пожалуйста, сделай так, чтобы больше этого не было. Мы должны, мы же друзья, мы должны жить в мире. Если они наслаждаются ребенком, то они ее потеряют в будущем. То есть, не нужно позволять и своего ребенка делать пупса. Бабушки и дедушки этим страдают. Они берут вашего ребенка и играются в него. А это не игрушка. Это живой человек. Пупс это означает, я что хочу с ним делать, закормить его конфетами до смерти, шоколадками забить его живот, а лечить будете вы, что самое интересное. То есть, ребенок не должен чувствовать, что все вокруг него живут ради него. Если вся семья живет ради него, означает, в нем мультивируется эгоизм. То есть, ребенок начинает считать себя главным. Он фельдмаршал, он царь, он император, он главный. Все вокруг него крутятся. Бабушки, дедушки, дяди, тети, все ему конфетки, конфетки, конфетки. Все для него, для него, для него. И до чего доходит? Поделись со своей подружкой или своим дружком. Нет. Это моя конфета. Это результат. Он говорит, ты такой жадный, ты такой жадный. Ну, а почему быть ему не жадным? Это культивировалось его в жизни. Итак, если они будут наслаждаться ребенком, то они потеряют его в будущем. Это закон. То есть, ребенок не должен, родители не должны им пользоваться, как игрушкой. Все, конец любви. Любовь уходит. Когда ребенок плачет, то мать тает и дает ему то, что он требует. Вот, самая лучшая сила для ребенка, это слезки. Он очень делает такие жалобные грибы. Очень такой личико сладенькое, сладенькое. Мама, я хочу, мама растаяла. Готово. Психотронное оружие ребенка сработало. Мама не должна выполнять все его капризы и желания. Ребенок должен понимать, заслужил ты сегодня это или нет. Что ты сделал хорошего для других людей. До пяти лет нужно исполнять все его желания. Все. Все его капризы. Потому что он не осознает еще. Его разум очень слаб, чтобы осознать, что такое хорошо, что такое плохо. После пяти лет начинает потихонечку вводиться ограничения. Все. Не резко. Потихонечку. Учитывая, что он ребенок. То есть, не означает, что тебе все запереть его, ничего ему не давать. Это другая крайность уже. Отслеживать. Отслеживать, чтобы не было перебора. Купили одну груз, хочу вторую. Я видел такого одного ребенка. Родители очень богаты и практически капризы исполнялись. Он говорил, машинку он называл Дуду. Вот он заходит, он говорит, о, хочу синюю Дуду. Синяя Дуду стоит тысячи рублей. Без проблем. Синюю Дуду ему. Раз. Через пять минут эту Дуду уломай, хочу красную Дуду. Красную Дуду ему сломал, выкинул. Он, наверное, гора лежит. Этих игрушек. И каждый раз новые, новые, новые. Что возникает? Какое ему настроение? Спущенность? Средозволенность? Вы мои слуги. Все, любви нет. Потом он к этому привязывается. А маме и папе это уже не нравится попозже, вот это положение. Потому что Дуду-то уже не игрушечные просятся. Дуду уже фольк какой-нибудь там. За сто тысяч евро. Дуду. Мама говорит, ну что, вот тебе Дуду какой, а? Нет. Как нет? Как это всегда было, да, а теперь нет. Что у него возникает в сердце? Восстание? Бунт? Ненависть к родителям? Истерика? Демонстрация своих вот таких отношений. Я буду сражаться за свои права. Права, мои права ухемлены. Всегда было Дуду. А теперь нет Дуду. Все, конец. Это все будет расти все больше и больше. Они всегда обмениваются силами эгоизма. Первое, что нужно понять, что ребенок не является собственностью. Задача бороться с его эгоизма с самого его рождения. В этом заключается долг родителей. Иначе будет злость, ненависть, разводы в своей семье, уход от родителей с большими претензиями. Почему? Потому что они теперь не могут удовлетворять мои желания. Они правда уже не могут. Слишком дорогие запросы. Многие родители так и говорят, вот мои предки, они даже родители называют предки, черепа, батоны, мотыги. И у меня коллекция целая есть. Я собираю. Я по институтам под этим ездил, по студентам. Я эти сразу собираю. Пахан – это отец, мотыга – это мать, черепа – это дедушка с бабушкой, ты – это дядь и тетя. Классно? Не знаю, как у вас здесь, но вот в Петербурге вот так вот. Журналы у них свои появляются. Как избавиться от назойливых предков. Все, они их объединяются уже, группы, все. Они слушают кого, кого угодно. У них авторитеты. Улица какие-то, бандитствующие элементы у них авторитеты. А родители не авторитет. Зато мы в детстве их ублажали. Дальше. Семья превращается в базу, где все обороняются. Каждый обороняет себя. Папа уже не в состоянии давать ему дуду, пеки его за 100 тысяч евро. Мама уже сама в шоке, когда ее называют мотыгой. То есть она уже… Как видит ребенок? Мать, отстань. Все, папа, что на твое дело, не лезьте. Мама, ну что ты, сядь. Да? Не лезь. Это демонизм, господа. Самый настоящий. В чистом виде. И вот тут наступает взрыв у родителей. Я сильнее тебя, поэтому я буду устанавливать свои условия. Все. Начинается бунт. В чем это проявляется? Крик, истерика. Все, уходи вон отсюда. Ты моя не дочь, ты мне не сын. Не хочу тебя больше знать. Нет никакого уважения и любви. С обеих сторон. Родители чувствуют, что они теряют своего ребенка. Они не могут с ним больше общаться. Почему так происходит? Ведь я же так люблю своего ребенка. Вот этот момент. Чтобы влиять на кого-то, нужно иметь силу уважения в свой адрес. Это правило. Запишите. Чтобы влиять на ребенка, нужно с самого детства бороться за силу уважения в свой адрес. Никогда не позволяйте ребенку терять этот момент. Потерять этот момент. Не будет вас уважать. Все, конец. А почему он вас не уважает? Подумайте. А потому что слуг никогда не уважают. А рабов презирают. Вот и все. Мои родители слуги и рабы. Они так все время делали. Они мне в чашечки несли кофе по утрам. Они мне попочку мыли до 15 лет. Я видел таких детей. Мой родственник ему заговорит то. Ему до 15 лет мама в ванне его мыла. Он говорит, мама, мне уже стыдно. Я уже взрослый парень. Не-не-не-не-не-не-не. Ее нужно мыть. Как будто он сам не может помыться. Понимаете? Вот результат. Отношений никаких нет с родителями. Итак, рабы не мы, мы не рабы. То есть родители не должны быть рабами своих детей. Есть понятие дарма. Что такое дарма? Это предписанные обязанностей. Ведовь есть описание. Предписанные обязанности родителей заключаются в борьбе с эго и сделать из этого ребенка благочестивого, благородного человека. Подарить обществу хорошего, благородного человека. Если каждые родители следовали бы дарме, в обществе был бы покой и мир. Поэтому зачатие ребенка и воспитание детей – это очень большая ответственность. Это, можно сказать, миссия. Есть понятие «матка» и «мать» – это две разные вещи. Мать – это возвышенно. Чтобы быть матерью, нужно учиться сейчас. Или обучить своих детей этому, чтобы родились хорошие дети, и у вас все было хорошо. Итак, в семье нужно жить для кого-то. Для какой-то благородной идеи. Ребенок должен это видеть с детства. А если все упрямятся, то в ход век что? Насилие. Упрямство порождает насилие. У мужчин это появляется в виде побоев и угроз. У женщин возникают злые слезы. Они не разговаривают и обижаются подолгу. Многие родители с своими детьми не разговаривают по полгода, а то и по году. Вот такие вот бойкоты устраивают друг другу. Отчего это возникает? Мать всегда хочет от своего ребенка услышать уважение, почувствовать, что она мать. Она ожидала чувство благодарности, а в ответ они получают другое. Мать не может получить уважение, потому что она сама не уважает своего ребенка. Она не считается с его мнением, она не считается с его личностью. Она никогда не об этом не думала, а все делала так, как ей хотелось. Будет уважение? Нет. Что же теперь требовать? Это проблема. Нельзя винить только детей. А родители тоже играют здесь важную роль. Итак, я вам расскажу, например. Один святой, который принес вот эти знания сюда, он рассказал в своем детстве. Отец, прежде чем наказать меня, подходил ко мне и говорил, дорогой мой сын, так уж получилось, что ты родился у меня. Я вынужден тебя наказать. Хочешь ты этого или нет? Созвольте встать в угол. Созвольте встать в угол. Понимаете, да, идею? С уважением. Ты вынуждаешь меня так поступить с тобой. Чаще всего родители как разговаривают с этими детьми. Смотрите. Нажал! Угосять! Фу! Место! Другими словами. Однажды в городе Липецкий видел, как одна мама спас ребенком. Как и водится у всех детей, он считал, ворон шел. Они лачат мороженого в одной руке, он ее облизывает, считает ворон, не все-таки капает на него. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Посмотри на тебя! Ты идиот! Берет руку ему по лицу вот так. Бах! Подщечен, самым настоящим. Он в шоке. Смотрит на него в шоке. Он даже заорать не смог. Посмотри на себя! Я это видел своими глазами. Меня даже жена не выдержала. Подошла, потому что вы делаете. Вы ребенка избиваете. Я чуваку к нему! Вот так он и живет. Другой случай. Бабушка шла со своим внуком, как я понял. Ну чё, раз на поребрик. Не ходить по поребрику. Раз ушел. Кучу увидел песка. Раз в песку. Не лажить по песку. Не ходить. Не двигаться. Не жить. Не дышать. Стоять. Руки за спину. Стоять. Вперед. Налево. Направо. Это ж тюрьма. Может это карма? Карма, конечно, карма. Безусловно. Карма. Он так поступал со своими детьми в прошлой жизни. Но мы не должны быть рабами кармы. Для чего мы и учимся? Чтобы не быть рабами кармы. И вот очень много жестоких поступков по отношению к детям. Потом дети возвращаются в эту жестокость по отношению к своим родителям. Жуткие истерики и драки начинаются в семье. Что такое истерика? Зачем ты меня родила? Кто тебя спрашивал? Я не хочу этого. Я не хотела этого. Зачем ты это говоришь? Но ее не остановить. Очень жестокая жестокость начнет выходить изнутри. Девочки, пишите, они очень сильно обижаются. И к ним не подойти. Обидчивость означает. Это что? Гнев. Чувства распирает. Помните, в прошлый раз с вами говорили? Кама. Кама это желание и контролируемое. Они раздуты чрезмерно. Очень все хочется. А эти родители назойливо вылезут, со своими принципами. Начинается что? Вот это вот надувание, замыкание, и это они так вот сидят. Ни с кем здесь разговаривают, никого не хотят знать. Они считают, что все глупы вокруг меня. Родители недостойны вообще, чтобы меня учить чему-то. Это все коллеги, господа. Следующий тип. Холодный стиль. То есть, дети никому не нужны. Когда вот это наступает, доживи ты как хочешь. Делай, че хочешь. Вырастешь и катись куда-то, туда заглядет. Это вот отчаяние наступает. Все, когда мы ничего не можем изменить. Но от этих детей родители будут получать жуткий беспредел. Были жуткие страдания. Были такие случаи, что он заваливает, или он в компании, начать пьянку устраивать прямо у тебя в квартире. И попробуй только выгони туда их. Возраст 13 лет. Начинается вожделение. Это время полного бесконтроля. Чувства настолько распоясываются, что никто не может их удержать. 13 лет. Так называемый тяжелый подростковый период. Переходный период. В это время, в 13 лет, родители пожинают карму. Что посеяли, то пожинают. К сожалению. Но это так. Итак, вывод. Воспитание – это деятельность разума. Поэтому воспитание основано на силе звука. Сила звука и сила благочестия в семье. В семье должно культивироваться благочестие. И вот следующие темы, о которых мы будем проходить с вами. Мы будем разбирать различные варианты. Да. Подряд будет 4 дня. Давайте специально вопросы. По родственникам, например, можно поговорить. Очень часто в семью влезают мамы, папы, они дают даже тебе возможность сделать, как ты хочешь. Это очень серьезная проблема. Заметили? Вот я вам один секрет-то скажу. Если девушка вышла замуж, она должна принять своего мужа со всеми его родственниками. То есть его мать становится вашей матерью. Если вы вот тут сердце это не примете, его мать будет вам мешать. Смотрите, есть такой психологический феномен. Вот мать, у нее есть сын. Матеря очень сильно привязанных сновьям, больше, чем к дочерям. Потому что сын это продолжение мужа. И она неадекватно к нему относится. И когда он женится на женщине, она воспринимает эту женщину как конкурентку. Хотя она в душе рада, говорит, да, хорошо, моя дочь вышла замуж, ой, мой сын вышел, женился, все хорошо, но все равно подсознание она воспринимает его как ее, как конкурентку. И чтобы показать, что все-таки я хозяйка над своим сыном, а не ты, она начинает приходить и делать что? Заметания, указания и начинает влезать в их личную жизнь. Сын не может ей сопротивляться. Почему? Потому что он сын. Она ему дорого. Естественно, что жене это не нравится. И что начинается? Конфликт, вражда. Вот эту проблему должен кто решить? Мужчина. Они не справятся друг с другом. Женщина, они делят мужчину. Женщина должна так сказать ей, вы моя мама. И вести себя по отношению к ней, как к маме. Смотрите, что получается. У нее был сын, ее отобрали. У нее отобрали сына. Так? Мало того, что отобрали сына, еще и меня выгнали, не хотят меня слушать. Все, эго задето. Эго задето есть мотив для вторжения в их жизнь. Она даже может разрушить брак. Только потому, что меня оттуда выпихнули. Многие это чувствовали, да? Что такое есть неприятное ощущение, что кому-то сын для ее решился. У кого так было? Снимите руку. Вот честно, не бойтесь. Статистика. Что вы сына у меня отобрали, не видно. А так и есть. Так и есть. На самом деле так и есть. Эта девушка пришла к тебе и отобрала у тебя сына. Так и есть. Так вот, здесь говорится, что если ты не хочешь иметь врага в лице матери твоего мужа, что нужно сделать? Сказать, ты моя мама. Теперь у нее что? Еще и дочь появилась. не просто сказать, а поступать как своей матерью. Потому что вы свою маму прощаете. Все ее выходки, все ее наклонности, да, дурные. Все прощаете. Это же ваша мама. А почему его маму не простить? И причем любить ее больше, чем свою. А свою будет любить ваш муж. А как любить ее больше? А вот так понять, что она заботится о ней больше, чем о своей. А тот супруг заботится о вашей матери. Идет такой перекресток. И что получается? Эти семьи, они объединяются. Родители тоже на этой почве соединяются, дружить начинают. И уже с одной стороны, с другой стороны идет защита этой семьи. Понимаете, да, что происходит? А если они этого не сделали, так, все. Они отвергли родителей. Вот это современная концепция современного брака. Родители только на свадьбе пускай проставляются. Все. В это включается ваша функция. проставиться и уйти из нашей жизни. Но вы их оскорбляете. Они же родители, они же вас вырастили, выкормили, да? Они этого ожидают, что как-то мы тоже будем с вами дальше жить, вы же наши дети. И вот женщина чаще всего начинает так вот на них ходить к своей маме, твоя мама плохая, это ДТП, или мужчина начинает так вести себя, твоя мама там, теща, теща Нигера, теща Кобра. Если мужчина будет говорить, что теща Кобра, а эта Кобра то ваша мать, вы уже к нему привязаны, к мужу, и к матери привязаны, и он и постоянно оскорбляет вашу мать, что произойдет в ее психике, уважение к нему упадет. Поэтому раньше даже на Руси всегда называли матушка тесть, или как он называется, зять, все путают эти вещи, зять называли матушка, если он женился, берет жену, берет ее мать, берет их родственников, и означает, что в тот момент этот честен моей семьи. Вот тогда претензий никаких не будет. Это сложная задача. Кто не верит, честно? Кто не верит, что можно изменить ситуацию? Даже запущенную ситуацию, кто не верит? Есть такие люди? Попробуйте, и вы увидите, ситуация изменится. Начните менять свое отношение к родственникам. Это закон кармы, если вы его будете знать, вы не попадете в эту ситуацию, потому что встаньте на сторону родителей, просто посмотрите их глазами, и увидите, почему они так все ведут. По поводу, сейчас я закончу, по поводу близких родственников, таких как дяди, тети и так далее. Один совет, в ведах описывается, что если родственники эксплуатируют вас, то есть используют родственные чувства для того, чтобы поживиться, или какие-то корыстные у них мотивы, и чем больше вы будете им помогать, тем хуже будут отношения. О! Ну, они же говорят, ты же родственник, дай мне 100 тысяч долларов, ты же богатый. смотри, слушайте, смотри, дай мне деньги. Почему ты пришел, когда тебе плохо, где ты был раньше? Так? Почему ты вспоминаешь только тогда, когда тебе надо? Это разве родственные отношения? То есть ваше положение, какое должно быть? Как в ведах это говорится, не потакать культивацию жадности у родственников, то есть вы должны их очищать. Я могу тебя научить, как надо работать, могу дать тебе хороший совет, но ты не можешь эксплуатировать наши родственные чувства. Если ты меня любишь, то ты это примешь, но ты мне не разрешаешь право на отказ, не даешь мне права на отказ, да? Если ты откажешь, я обижусь. Вот смотрите, вот вы посторонние люди, я подойдет вам и скажу, дайте, пожалуйста, мне 100 рублей. Какого, кстати, я должен давать тебе 100 рублей? Да? Дайте, я хочу там пойти попить шампанского. Ну, мы же с вами родственники, да? А вот если родственники, то вы же не можете не дать 100 рублей. А это намек, если ты мне не дашь 100 рублей, я тебе обижусь. Вот если есть тенденция я обижусь, это означает, они вас эксплуатируют. Если вы так дальше будете делать, ваши отношения разрушатся, неминуемо. Они наглядь начинают. Больше, больше, больше. Потом вы уже чувствуете, что вы не можете и отказать не можете. И вот тут начинается что? Трение. И чем кончается? Ты же мне давал всегда. Какой ты плохой родственник? Оказывается. То, что раньше давал, ты был хорошим родственником, сейчас перестал давать, стал плохой. вывод, вывод, запомните, как в местноведах, если вы хотите по-настоящему поддерживать родственные связи, не стройте свои отношения на материальных вещах. не отказывать, а объяснять, что это несправедливо. Отказывать, да, да, это несправедливо. А что ты обижаешься? Если совсем мы плохо, я сам пойму, дать тебе или нет, но ты требуешь. Это не родственные отношения. Да, раз, два, три, четыре, пять, это будет происходить дальше. Я не говорю, что нужно быть совсем жаденым, просто нужно отслеживать. И он вас будет больше уважать. Но если вы не будете это делать, он вас прикажет уважать. И он будет вас считать просто дойной коровой. А, мой братан мне денег даст. Все. А если родители ребенка воспринимают себя дойной коровой? То же самое. Ты вырос, мальчик мой. Все. Почему ты не работаешь? Нет, наоборот. Наоборот. Ребенок становится дойной коровой для родственных. То же самое. То же самое. Суть не меняется. Это все эксплуатация родственных чувств. А долг? Это не долг. Это эксплуатация. Две разных вещи. Долг означает, делается с любовью в сердце от своего собственного желания. Он хочет помочь. Сам приходит, помогает. Родители не требуют ничего от них. Понимаете? Вот это тонкая вещь. Здесь вот грань, она очень тоненькая. Нужно очень чувствовать, где нужно отказать, а где не нужно. Где идет эксплуатация, а где действительно нужда. А вот в России какого не было. так или иначе, вы должны знать оригинал. Давайте вопросы. На этом мы закончим. Смотрим фильм. Да? Нужно обучать ее стать матерью и хорошей женой. Учить. Обязанности, кстати, обязанности матери. Давайте запишем. Обязанности матери. Туда входит. Обучение своей дочери. Она должна уметь готовить. Дети этого не умеют. Их все время с лорочки кормят. Они сами ничего не делают. Дальше. Уметь что-то делать по дому. Украшать дом. Украшать свое тело. Уметь шить одежду. Уметь лечить травмы. Это обязанность женщины. Она врач в доме. Уметь уметь то есть защищать свою семью в виде заклинаний, мантр и заговоров. Это тоже обязанность женщины. Дальше. Учить своего ребенка, как рожать детей, как за ним ухаживать. Все полностью наука должна пройти. Это вкратце. Там очень много чего перечисляется. Если я буду перечислять, там более остановлений. Даже как украшать дом цветами, если к науке. Как делать огороды, как сажать растения и так далее. То есть работы у нее очень много. Иначе другие научат, как делать аборты. Если не научишь, как рожать детей правильно. А как зарабатывать деньги? Не важно? Поретической традиции нет. Это не важно для женщины, зарабатывать деньги. Для женщины важно удачно выйти замуж. Она сама научится в нужное время. Это не является важным. Не говорю, что это совсем не нужно. Это явление, то, что женщина стала работать, появилось недавно. Совсем недавно. Даже в России это недавно появилось. Но ведь сейчас в России невозможно. Да, такие условия. Потому что женщины в этом обществе не защищены. В ведах описано, в обществе, где женщины не защищены, то есть они вынуждены на работу. Это результат. Это дети не защищены и старики не защищены. Это общество называется варварским. Они еще в начальство хотят. Да, а что им делать? Здесь никто не защищает. Так и есть. Почему женщина рвется на работу? Она боится, что боится остаться одна. Но нет веры, что муж будет со мной до конца моей жизни. Хотя она может говорить, да, мой муж хороший. Если ты работаешь, значит у тебя нет веры до конца. Это факт. Веры нет, потому что нет хорошего опыта. Мы не видим опыта. Чаще всего, как мы строим отношения, мы видим, там развал, там развал, там муж бросил, там бросил, там бросил. О, надо думать о себе самой. И между делом, если удастся, выйти замуж. А не удастся? Мужчины то же самое, они боятся полностью брать под защиту женщину, потому что они начинают их доить по полной программе. Все, дойный мешок. Одна женщина рассказывала, что все хорошие в этом отношении, все нормально, муж не хочет им не жить. Все не хочет, и таких много женщин. Вроде живут вместе, но не могут. Муж что-то боится, он только хочет сделать. Ну все, нет, я боюсь. Почему? А вдруг бросишь? Денег у меня меньше станет, убежишь. Видите, у мужчин свои страхи, у женщин свои страхи. Замкнутый круг получается. А откуда это рождается? Изначально. От харма. Нет никакой хармы. Нет, понимаете, долга, ответственность. Дал слово перед Богом, ты моя жена. Все, какие разговоры? Какие разговоры? В Индии один мужчина сидел, рядом женщина была психически невознавешена, она мне там слюн не пускала, ну больная. И он играл на физгармонию, зарабатывал деньги. Люди ему жертвовали. И говорит, а что ты ее дурку не отдашь? Это моя жена. Когда я на ней женился, она была нормальная, теперь она заболела. Почему я должен ее как-то сдать? Я буду с ней жить до конца. Буду ухаживать за ней, буду ее кормить. Это моя жена. Я в храме дал обет Богу, что буду защищать. И разделю с ней и радости, и горести. А почему я должен только радости разделять? Пришли горести, я разделяю с ней горести. Это дхарма. И не думайте, что в нашей стране этого не было раньше. Было. Когда русские народные традиции, замуж она выходит, мужчина надевал ей плащ, родовой плащ, защита, все. Твое дело воспитывать, нанечить детей, ухаживать за домом, все остальные, это мои проблемы. И не парься больше на эту тему. Не думай об этом. Расслабься. Будь женщиной. Большой буквы. У нас будет целая лекция на эту тему. Образование. Это отдельная лекция. Вот, дорогие друзья, так что вы не отчаивайтесь, если вы видите, что у нас все вот так шуворот-навыворот. Знания всегда бесследно не проходят. Обязанности отца перед женщиной заключаются в том, что он защищает свою семью. И материально, и духовно. Он как капитан в корабле. Он всегда планирует. Вот заметьте, женщина, если мужчина не планирует, если он просто живет, он просто есть дома. Он просто существует. Даже все нормально у вас. Нет конструктов, деньги приносит. Вы какое-то беспокойство испытываете. Заметьте ли это? Какое-то волнение. Что-то не хватает. Какая-то неполноценность. Поднимите руку, кто это заметил? Вот. Это означает, что мужчина не ставит цели своей семьи. А она от него это ждет. Он должен планировать. Так, сегодня мы делаем вот это. Завтра мы делаем вот это. Завтра мы занимаемся физкультурой. Потом мы идем в поход. Здесь мы идем в церковь. Здесь мы делаем то. В этот день мы занимаемся благоустройство всей семьей. То есть он капитан. Он разруливает. Женщины, у них такая природа. Они всегда переспрашивают. Хотя тысяча раз я ей говорю, но я тоже, она переспрашивает. Заметили? И многие мужчины злятся. Ну, сука, можно. Одно и то же. Я же говорил уже. Вот так это. Она не потому, что плохо запоминает. Зачем ей думать, когда есть муж? Муж есть. Она всегда хочет у него найти опору. В любом. К чему этот разговор? Я вот вижу по вашим глазам такое отчаяние. Полное. Полное отчаяние. Не означает, что вы плохие люди. Это проблема в целом всей этой культуры, всей этой цивилизации. Наши в школе этому не учили. А научиться самим хотя бы идеи эти принять в своей жизни. И построить свой род. Установить эти принципы. И дальше, в поколении, даже если на один, на два процента вы эти идеи вложите туда, ваш род будет очищаться. Вам потом предки, эти, не предки, эти поколения скажут спасибо. Вот так появляются эти аристократические семьи. Вы их можете сами сделать. Вы можете стать реальными аристократами. В душе. Товарищ Ленин постарался в 18-м году. Очень сильно постарались. И вся его, как это назвать помягче, не знаю. Команда. Разрушили все окончательно. Поэтому ваша задача сейчас не заниматься политикой. Не делать мировых революций. А и в семье революции тоже не делать. Пожалуйста, не надо. Придите домой и скажите, все, я понял, кто ты. Я все понял. От кого? Откуда ветер дует? Начните себя. Начните свой долг исполнять. И вокруг вас все будет меняться. Все, давайте подготовимся к фильму. Пять минут можете отдохнуть. Покушать, попить сока. Окошко можно открыть, проветрить.